Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и сейчас мы с вами купим две машинки набором. Это T28HTC и Super Hellcat. Скажу откровенно, про T28HTC у меня есть устоявшееся мнение и мне эта машинка ну как-то не нравится. Вот просто не нравится. Я ее никогда не играл. Не нравится она мне по одной простой причине, потому что всегда, когда я встречал ее где-то в бою, она не производила на меня абсолютно никакого впечатления. Почему покупаю две машинки набором? Да потому что у меня ни одной, ни второй машинки, ни в одном из ангаров на всех моих аккаунтах нет. И соответственно у меня есть желание сделать на них обзор и показать, какими эти машинки являются на самом деле. Насколько они играбельные. Возможно я не прав по поводу T28. Возможно Super Hellcat не настолько хорошая машинка, как мне хотелось бы, как я ожидаю. Ну короче говоря и вы сможете посмотреть мои видео и для себя принять решение, тратить ли вам свою кровную голду на покупку одной из этих машин или возможно целого набора. Поскольку буду покупать сразу два танчика, возьму их набором, потому что ну тут 9,5 будет тысяч, а так за восьмерку я беру. Ну и плюс какие-то там легендарные камуфляжи, которые ну в принципе я за ними никогда не гоняюсь, могу поставить любой камуфляж и получать удовольствие от игры и без легендарного камуфляжа. Но есть и плюсик. Когда берешь набором, открываются сразу вот эти вот дополнительные оборудования на танчике. Соответственно ну плюсик в этом наборе безусловно однозначно есть, если вы собираетесь взять именно две машины. Я сейчас куплю эти две машинки и соответственно сделаю два обзора честных и это будут первые катки на этих машинах. Итак, покупаем данную дребедюху, ждем начисления и соответственно будем сейчас чего-то с ними делать, с этими машинками. Вот одна, вот вторая, вот они зашли. Ну и давайте наверное сразу с этой начнем. По камуфляжу, да безусловно, сейчас быстренько наденем то, что нам предложили. Если я правильно помню, вот он красавец. Но я скажу откровенно, я не любитель легендарных камуфляжей, как я уже сказал, но данный камуфляжик мне нравится и вполне таки даже заходит. Поэтому сказать, что я там недоволен, ну навряд ли я недоволен, мне машинка нравится своим внешним видом. Я установлю себе оборудку, так как мне нравится, так как я люблю в бою. Сразу быстренько поставлю на нее амуницию. Я поставлю вот так вот. Мы поставим сразу с вами, сейчас только гляну, по-моему да, одна пушечка здесь идет, поэтому можем смело накидывать себе голды как-нибудь просто от балды. Что касается бронирования, по-моему бронирование у нее и так неплохое, поэтому поставлю плюс 6% прочности. Не сильно много, но лучше чем ничего. Так, здесь поставим на маневренность, здесь, ну так в целом, что тут у нас, плюс 30 скорости полета снаряда, а здесь у нас скорости сведения. Я думаю, что оставлю себе скорость сведения с полетом снаряда, мы потом разберемся по ходу. Итак, ребятки, давайте как обычно сразу заценим все, что мы всегда смотрим в первую очередь, а остальное заценим в бою. Орудие. Орудие собой представляет цикличную пушку с перезарядкой 7,68, 2423 урона в минуту. В целом, я бы сказал, что это неплохо, с учетом того, что это ПТшка седьмого уровня, а не восьмого, поэтому циферка очень даже завораживающая. Время сведения разброс, посмотрим в бою, что они собой по факту представляют. Уровень бронепробития 190 единиц, ну мне кажется, что плюс-минус должно ей хватать. Урон в один шот 310, альфы, ну я бы сказал, что очень даже приемлемо и приятно. Углы вертикальной наводки оставляют желать лучшего, потому что минус 4 это вот просто ни о чем. Для меня ни о чем минус 6, а минус 4 это вообще мрак какой-то, то есть, как я понимаю, пушка вниз просто не опускается. Значит, придется отыгрывать на дальних расстояниях и, ну, как-то опасаться немножко неровностей. Ну, как-то приблизительно вот так вот. Есть у нее еще один нюанс, это, ну, ПТшка без башни, соответственно, как я смотрел, углы горизонтальной наводки по 30 градусов в стороны. Сейчас посмотрим, что это по факту непосредственно в замесе. Ну что, погнали. Первый бой на этой машине и посмотрим, на что она способна. Ну и вообще способна ли, это во-первых. Во-вторых, давайте, в принципе, примем для себя все-таки решение. Это машинка унылая и никому не нужная или все-таки от нее есть какой-то толк. Вообще, насколько я помню, сравнительно недавно, где-то, наверное, с месяцев 5-6 назад делали, а может чуть больше, врать не буду, делали апп по этой машинке. Потому что машинка была настолько унылая, что ее просто не хотели брать. Ей апнули, в принципе, ну, практически все, что можно было апнуть. И мне, честно говоря, интересно, что она сейчас собой представляет. Пока мы забегаем в бой, хочу попросить каждого из вас, поддержите, пожалуйста, мой канал, поддержите меня, поддержите мои затраты на покупку всей этой техники и на обзоры своими лайками, своими комментариями и обязательно своей подписочкой. Вот здесь вот внизу, в правом нижнем углу, если вы видите, есть желтая иконочка, нажав на которую, вы можете в один клик подписаться на канал, чем сделаете моему каналу, ну, просто огромное одолжение и огромный вклад в его развитие. Итак, по подвижности, слушайте, честно говоря, я ожидал худшего. Я не могу сказать, что она прям имбово куда-то катится, но она едет, ребят. Она едет где-то вот как в серии АТ, ездят АТшки, да, там, АТ-2, возможно, даже похуже двигается, АТ-7. Ну, короче говоря, в принципе, по подвижности у меня к ней вопросов нет, с учетом того, что это очень даже-таки бронированная солба ПТшка, то к ней по подвижности вопросов нет. Сведение. На дальних расстояниях, ну, да, круг сведения великоват, честно говоря, разброс великоват. По точности, сейчас, глядишь, кто-то вылезет из врагов, попытаемся сделать какой-нибудь шотик. По перезарядке тут вопрос. КВ-2 на нас выехал. Я так понимаю, что играть придется как-нибудь вот так вот против него, но это не спасает. Все-таки КВ-2 нас прошивает. Время перезарядки. Я бы сказал, что оно комфортное. Нельзя его дискомфортным назвать, я немножко ускорюсь, потому что не хочу, чтобы КВ-2 еще раз на меня вкинул, и, соответственно, я остался, ну, как бы, досматривать бой из ангара. Мне повезло, 640 в меня не вошло, не вошло, видите сами, куда, рядом с орудием. Выцеливают, как правило, две вот этих вот боковых щеки с пулеметами. Это вот стандартное мягкое место у этой ПТшки. А так, в целом, брони у нее хватает, брони у нее запас довольно неплохой. Я помню, когда я встречал эту ПТшку в бою, для меня составляла сложность, в принципе, ее выцелить и пробить, особенно на дальних расстояниях. Углы горизонтальной наводки. Слушайте, ребят, я доволен, потому что я вот стою сейчас прямо, да, там плюс-минус, и вот так вот могу сделать. То есть мне нет необходимости отыгрывать всем корпусом. Я могу выкатиться, дать шот и закатиться назад. Да, без полного сведения, как вы видите, орудие не является прям сильно каким-то точным. И этот, безусловно, ну, я бы сказал, не то чтобы проблема, а такой вот один из неприятных нюансов по данной ПТшке. Но в целом, ребят, ну, скажу честно, я сейчас ожидал гораздо худшего. Я никогда не играл на этой ПТхе. Я не видел ее в собственных руках, ну, как видел ее только в чужих. И представлял себе ее, ну, прям совсем какой-то неприятной в игре. Мне в целом нравится. Да, пробивается, но, ребят, очень мало есть ПТшек, которые, ну, прям совсем имбово забронированные, которые тяжело пробить. И даже те же самые Тортоис или похожие машинки выше по уровням, они все-таки тоже имеют свои мягкие места в виде комбашенок или чего-то подобного. Ну, нас прошили, вот давайте посмотрим, сверху вопросов нет. Прошили, потому что сверху шьются у нас все танки практически. Прошили вот в эту вот щеку под пулеметами, о которых я говорил вам. А в целом, ребят, слушайте, ну, довольно играбельно. С непривычки, конечно, я там выкатился и пошел как-то, ну, совсем в разнос. Плюс мне закинул, как-никак, КВ-2 на 600 с копейками, а это немало, согласитесь, это практически половина ХП. Но, ребят, не знаю, честно говоря. Сейчас досмотрим бой, закатимся в следующий и попробуем отыграть немножечко как-то, ну, поаккуратней, что ли. И попытаюсь отыграть немножко на расстоянии. Может, с картой чутка больше повезет. И так, ребятки, вернулись мы в ангар. После боя наш Тигр просто красавчик, затащил бой. Да, он, может быть, и справился бы быстрее, если бы поехал на врагов. Но и так, красавчик. Смотрите, 1900 единиц урона и один фраг с учетом того, что я лично считаю, что я практически ничего не сделал в бою. Я мог реально гораздо больше, если бы прожил дольше. И мы заняли наше первое место по урону на этой машине с практически там, ну, бешеным отрывом в 500 единиц урона по сравнению с вторым в нашей команде игроком по количеству нанесенного урона. Ребят, первое мое впечатление после первой катки на этой машинке. Пока я не жалею ни об одном золотом, который потратил на данную ПТ-ху. Заезжаем еще в одну каточку и смотрим, что будет во втором бою, когда мы попытаемся, ну, не влезть на рожон, попытаемся отыгрывать где-то на расстоянии, если карта нам это позволит. Ребятки, пока забрасываемся в бой, хочу обратиться к каждому из вас, если вы не подписаны на канал, подпишитесь, пожалуйста, поддержите развитие канала, буду вам очень благодарен. Я обратил внимание, что есть огромное количество просмотров на моих видео, исчисляются по некоторым видео тысячами и уже доходят до 10 тысяч, а подписчики почему-то, ну, как-то стесняются подписываться. Видать, не видят смысла в подписке, если можно просто смотреть видосы, находя их или просто получая их в виде предложения от Ютуба. Но все-таки подписочки решают все на канале, ровно как и лайки и ваши комментарии. Поэтому спасибо вам заранее за то, что вы подпишетесь. Итак, ребят, погнали вместе со всеми. Едем, я не сказал бы, что бодренько, безусловно, Сушка нас опережает по скорости движения. Но, ребят, слушайте, мы не сильно пасем задних. А с учетом уровня бронированности данной машинки у меня вопросов нет, почему она так медленно едет. Ну, сравнивая с другими. Так, что могу сказать вам еще по данной ПТшке? Мне в прошлом бою не получилось заценить, насколько страшный минус 4 наклон орудия. Ну, поскольку просто не было такой игровой ситуации, в которой можно было бы это сделать. Кинул сейчас просто наугад. Глядишь, может попал все-таки в того светляка. Ну, слушайте, получается перемещаться по карте. Я вот в отношении подвижности машины, я очень сильно удивлен. Вот прям совсем. Теперь смотрите, по углу склонения орудия. Вот я стою. Ну, да, неровность, в принципе, не сильно большая. Но даже вот так мне хватает склонения. То есть, в принципе, все не так страшно, как кажется. Вопрос просто заключается в том, что вам надо выезжать не просто от ровного корпуса, а, ну, немножечко там, ну, под 45, не под 45, но все-таки под углом. И тогда, в принципе, орудие склоняется даже чутка как-то приятней. Может, это, конечно, субъективное ощущение, но, возможно, оно так и есть. Ускорю перезарядку, потому что мне, честно говоря, кажется, что этот товарищ может сейчас закатиться так, что я его просто не высовываю. А пока он отвлечен, можно, в принципе, попытаться его и добрать. Да, у нас это получилось. Это очень приятно. Ну, смотрите, мне, честно говоря, ну, нравится. Ребят, она реально вот сейчас перевернула. Я никогда не делаю рекламу танкам просто так. Я высказываю исключительно свое субъективное мнение. Я не рекомендую вам прям вот, да, бери эту машину. Однозначно такой рекомендации не дам, ну, по той причине, что надо просто иметь определенное, ну, скажем так, предпочтение в ведении боев, чтобы эта машинка прям на 100% зашла. Им бой ее не назовешь, вопросов нет. Но, слушайте, стоять и выдерживать какое-то направление, да, получается. Вот так вот наугад кинуть и сделать фраг, да, получается. Вот добрать третьего и тоже, ребята, получилось. А сейчас посмотрим на результаты боя и я вам скажу свое мнение по поводу данной машины уже окончательное. Смотрите, ребят, давайте будем говорить так. Я не скилловый игрок и постоянно об этом говорю и не устану повторять. Со своей, ну, как бы, с моей не скилловостью, с моими полуровными руками у меня получается делать по 1500-1600 урона на этой машине, делать фраги. В этом бою три фрага, да, пускай они до битки. Но у меня это получается. Вы видели, я стрелял, в принципе, на Абум. Я не знаю, может, это немножко сейчас подкручено разработчиками для того, чтобы вызвать интерес к этой машинке. А может, она и постоянно так катается. Если у кого такая машина есть, напишите в комментах свое честное мнение по поводу нее. И насколько мое видео, оно далеко от истины. Я имею в виду, что если вы катали эту машинку вне пределах времени продажи этой машины в магазине, то, соответственно, возможно, вы и мнение другое скажете, что нет, дружище, эта машинка в рандоме катается совсем по-другому, по крайней мере, в моих руках, тогда, когда она не на продаже. Может, действительно, разработчики что-то немножко подкручивают в ней. Но, смотрите, в принципе, с вертухана залетала, ну, как бы, на ура. Точность очень классная. Время перезарядки шикарное. Углы склонения я не ощутил прям вот, ну, какого-то существенного дискомфорта. По результативности машинки мы получили 16 тысяч единиц серебрухи. Ну, как бы ни о чем. Это не фармищая машина. И мы занялись в этом случае уже второе место по урону. Нас обошла только Сушка, которая тоже сделала фраг. Но, ребят, она обошла нас всего на 200 единиц. В принципе, сделаем мы еще один шот. Ну, повези нам, да. И если бы мы не добитков не добирали, а делали бы шоты по более заряженных хп-шкой машинкам, Соответственно, мы бы были однозначно на первом месте. Теперь давайте будем суммировать. Это были мои первые две катки на этой машине. Мое мнение очень простое. Я не жалею ни об одной золотой монете, потраченной на эту машину. По крайней мере, на данный момент. Нужна ли вам она? Безусловно, решать только вам. Но, в целом, я скажу так. Если эта машинка будет играться вот так, в принципе, плюс-минус постоянно, Я понимаю, что не могут быть постоянные победы. Я понимаю, что не может быть такого, что прям все бои будут супер выигрышными. Но, ребят, 3,5 тысячи за голую машинку, Седьмого уровня ПТ-шку с таким уроном. Но я считаю, что это, скажем так, Если и завышенная цена, то завышенная буквально где-то, наверное, на 500 голды. По большому счету, посмотрите мое видео по поводу возможности получения в игре Бесплатного золота и всех способов фарма золота. И вы поймете, что, в принципе, 3,5 косаря это не такая уж и большая сумма для игры в целом. Ну, вот как-то так это назовем. Поэтому, поэтому я скажу свое мнение. Мне зашло. Поделитесь своим мнением, особенно если купите эту машинку или если она у вас есть. А на данный момент у меня все. Сейчас в конце видео будет ссылочка на второе видео в отношении Супер Хеллкета. Там тоже сейчас будут две первых катки на нем. Ну и, соответственно, заценка данной машины в целом. Ну и сравнение этих двух машин между собой. Всех благ, всего хорошего, мира вам и спокойствия.